Как получилось, что на выезде слишком много эмоций потратили? Замена. Болгары все время цеплялись. Поэтому две игры забрали очень много сил и эмоций. Соответственно, мы прилетели вчера утром. Плюс маленькие нюансы. Тяжелый выезд с аэропорта. В итоге домой попали поздно. Вечером пришлось тренироваться. Это все наслаивается, накапливается. Особенно на тех, кто играет много. В этом плане, конечно, Нижний Новгород был более свежий, более отдохнувший. И время на подготовку было другое. У нас практически времени на то, чтобы переключиться не было. Потому что все играют в несколько разный баскетбол. Нижний Новгород играет свой баскетбол. Мотивация высокая. Поэтому не все получалось во время игры. Тем не менее, удалось, во-первых, держаться по счету. Во-вторых, я думаю, что где-то отчасти на руку сработало то, что мы не стали упираться в товарищеской игре с Нижним Новгородом еще в Латвии. Я уже тогда знал календарь и думал об этом. Потому что всегда что ни говори команде о том, что соперник может показать другой баскетбол, нежели чем в предыдущей игре. Все равно игроков остается в голове. Что они выигрывали? Выигрывали много. Где-то отчасти выходят с желанием выиграть полегче. А здесь была такая тяжелая игра. Нам удалось, пусть очень тяжело, но тем не менее, переломить ход игры и защищаться чуть-чуть лучше, чем они. Помимо этого, команда Нижнего Новгорода очень много забивает. По нападению отыграли очень результативно для нас. И эта совокупность дала небольшую разницу в очках, которая привела к победе. Вопрос, пожалуйста. Да, вопрос. Да, Андро Кейн. У них в первой половине очень результативно. Он сыграл практически все очки на праву. А изоляциями, проходами, с тушкой не справлялся. Вот это решение. Оказалось, что решение именно защищаться от проходов. Именно, чтобы защищался Малик, Тейлор. Он захалкин против него защищался. Оказалось, что вы специально копили до большого перерыва, чтобы тренер Нижнего Новгорода не успел ничего придумать. Ну, всегда есть план А, план Б. И когда я думал о том, кто против кого и как будет защищаться, у меня было два варианта. На мой взгляд, я считал, что Трушкин будет проигрывать Кейна в скорости, но за счет габарита, за счет мощи и длинной рук не даст, во-первых, дальние атаки сделать. Потому что Кейна тоже может забить и издали. Во-вторых, что успеет за счет своей массы не дать себя продавить. Но, мягко скажем, у Вада не получалось в первом тайме, в первой и второй четверти. Поэтому он все время проходил. Был план Б. Нужно было перестроиться. Потом мы поставили других защитников. На примере того же Трушкина показали, где что и как нужно делать. В общем, по большому счету, я считаю, что мы где-то справились. Также справились с Бойкиным, потому что в первой половине они набрали 25 очков, а во второй половине мы практически не дали им ничего сделать. Понятно, что были другие люди, которые тоже там могут забивать. Команда, в общем, не скажет, что плохая. Они же не Новгород, может быть, не такая сильная, как раньше. Но, тем не менее, хорошие игроки старательно играют и хотелось выиграть. Потом еще всегда есть несколько каких-то моментов, которые не хочется рассказывать, потому что ты их держишь в голове. Другой вопрос, что благими намерениями дорога ват вымощен. И в состоянии цветноты в него заходят все, да, но принимать решения. Рискованные решения всегда довольно тяжело. Так, например, мы тоже придерживали Уэйнса, да, несмотря на то, что он сыграл хорошо эту игру. Я понимал, что эмоции у тех игроков, которые будут в первом тайме, эмоций может хватить на второй тайм, а может их не хватить. Например, мы могли встать в нападение, условно говоря, перестать забивать и пропускать все в защите. И нам нужно было распределить так скамейку, чтобы у нас был баланс в защите и в нападении. За счет выхода Уэйнса во втором тайме, с самого начала и его агрессивных действий, этот баланс удалось задержать. На мой взгляд, когда угроза исходит сразу от нескольких игроков, то есть всегда играть легче, потому что сопернику тяжелее концентрироваться. Сегодня же был явный, как бы просматривался рисунок, при котором как бы маленький защитник, да, Ингурис пытался как бы выключить из игры Тейлора. Притом это было целенаправленно, и был момент, когда я сделал замену, вместо Тейлора выставил Малик, он даже потерялся, то есть он шел целенаправленно дожимать Тейлора. И тут мы угадали, ну, то есть моя замена была раньше, да, чем они собрались это делать. Когда игроки, от нескольких игроков идет угроза, то тогда всегда сопернику тяжелее. Например, сегодня, я думаю, что неожиданно было то, что Браймо, например, так сыграл, да, там, в нескольких моментах, а сыграл он очень вовремя и важен. Почему-то все, с учетом того, что мы начали играть, все считают, что мы уже там всю команду выстроили и построили. Это же не так, потому что на самом деле Браймо и так далее потянулись позже. И, соответственно, как бы товарищеские игры мы вообще не считаем как игры, которые нужно рассматривать. Это просто оценка возможностей каждого взятого игрока и понимание вживую, насколько каждый игрок может что-либо делать. А потом уже идет притирка. И нам повезло, что у нас есть такие команды, которые нас наказали довольно больно и жестоко, при том за мелкие абсолютные ошибки. Бывает одно решение неверное, может всю игру разрушить. И у «Никс» получилось, например, то же самое. Одна ошибка, и не только там игроков, моя ошибка. Потому что иногда нам кажется, что мы все очень просто на бумаге, а в жизни все по-другому и во время игры. За эти ошибки приходится очень дорого расплачиваться. Я вообще стараюсь, как бы, я всегда рад, когда у меня есть игрок, который может на себя взять, у него пойдет и будет играть. Но я еще считаю другие вещи. А сколько он пропускает. Так, например, в игре «Болгария» Вейнс отбил 20, но он получил три трешки подряд к себе. Давайте их отнимем. И получится, что эффективность Вейнса была значительно ниже, чем кажется по счету. Но потом он включился в защиту, и сразу стало понятно, что он может играть. Мне приходится все вещи, такая профессия держать в голове и отсчитывать все. И то, как идет, и как не идет. Но сегодня, как бы, наша задача была, состояла из двух вещей. Справиться с американцами с двумя, а я считаю, что во втором тайме мы это сделаем. Второй момент. Сохранить силы и эмоции для того, чтобы нападение работало и продолжали забивать. Несмотря ни на зону, ни на какие-то прессинги, ни на что другое, ни на индивидуальную защиту против Тейлора. Это тоже сработало. Значит, мы оказались за эти сутки более готовы, нежели чем отдохнувший Нижний Новгород. Кстати, по поводу зоны, не сегодня Нижний Новгород. То есть, ты понимаешь, три раза ставил зону, три раза получал трешку. Наигрываете как-то особо или времени-то, наверное, нет сейчас на сутки? Ну, на самом деле, как бы, во-первых, я скажу так, мы это делаем на коленке. Так образно выскажу. Потому что играть в зону в предсезонке играют, ну, как-то не принято у тренеров. Потому что уже смотреть, что игроки делают один на один, прежде всего, и как играют лично. Поэтому в предсезонных играх крайне редко тренеры встают в зону, иногда ее пробуют. Поэтому специально против нее ничего не наигрывают. Раньше я всегда наигрывал против зоны. Сейчас просто есть ряд игроков, которые были в прошлом году, и они уже знают, что надо делать. И ряд игроков, которых, ну, просто за счет того, что высокие баскетбольные понимания ситуации, они, в общем, довольно быстро схватывают эти моменты. Поэтому взаимодействие, без сомнения, есть, но нарабатываем их практически на коленке. Перед болгарами мы ногами походили, зная, что болгары будут. Потому что нельзя через три дня, ты можешь одним перебить все другое. У тебя один день на подготовку. А с учетом того, что у тебя игроки приезжают на тренировку после сутки дороги, и вечером рассказывать о том, что, ребята, вот здесь вот так все хорошо, ну, как это возможно? У них же не железная голова. Поток информации огромный. Поэтому наигрываем то, что можем. Нам нужен какой-то перерыв, но мы пока видим, вот сейчас нам надо отыграть еще две игры. И после этого у нас появится хоть какая-то пауза, чтобы, во-первых, что-то отработать, что-то исправить и так далее. А сейчас я просто не могу ничего даже делать, потому что я просто сломаю то, что есть. Давайте последний вопрос. По Канели, можно еще вопрос. Сегодня очень хорошо сыграл. Сколько вообще довольны в отношении к работе и прогрессу? То есть на старте для сезона, когда подписывались, ждали, что он будет сразу включиться в работу и будет сразу же достаточно хорошо играть? Ну, на мой взгляд, нужно просто понимать, что любой большой игрок с ростом 2.8, притом это разные вещи. То есть игрок-американец, который проходит изначально весь уровень ступенчатой подготовки к университету, колледжу и выходит из него. Но с ростом 2.8 это другой игрок, чем российский игрок с этим ростом. Тем более центровой, конкретный, центровой. Процессы все это чуть по-другому у игрока. Поэтому нужно ждать. Это всегда угадает. Ты должен угадать, в какой год заиграет игрок. Таких примеров очень много. Центровые всегда начинают играть позже, если они не гиперталантливые. Условно говоря, если это не антич, который там... Он просто гиперталантливый, от бога много дано. А здесь как бы через работу. Так вот, игрок работает, и я очень доволен его работой. Потому что он не обижается, как вы сказали, ни на партнеров, ни на тренеров, на замечания. Он нормальную ситуацию воспринимает абсолютно спокойно. И самое главное, что он неравнодушный человек в плане игры. То есть у него нет ситуации, при которой он что-то боится и не делает. Например, сегодня принял решение на себя и пошел атаковать. Да, принял решение отдать передачу. Это же просто, говорит, человек играет, просто процессы идут медленнее. Придет время, и я думаю, что он будет играть на очень хорошем уровне. И последний вопрос, Сергей Ильич. Сегодня в интернете появилась информация о том, что он подписывал на Казбород Украины. Это правда? Все знают все лучше, чем я. Я когда интернет открываю, когда мне говорят про интернет, я открываю. Там кто только что не пишет. Такие все специалисты. Поэтому лучше задайте тем, кто пишет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!